Александр Македонский – величайший полководец античности, создавший огромную империю. Но разве смог бы он одержать множество славных побед, не имея отличных воинов? Конечно же нет. В восточном походе Александра Македонского участвовало множество подразделений. Одним из наиболее прославленных отрядов были критские лучники – лучшие стрелки античности. Критские лучники пользовались не меньшей славой в античном мире, чем генуэзские арбалетчики в эпоху Средневековья. Как понятно из названия, лучники набирались из жителей острова Крит. Обучение будущих стрелков начиналось с 7-8 лет. Наставниками выступали опытные воины, прошедшие множество сражений. Огромное внимание уделялось технике и точности стрельбы. Не забывали развивать силу, выносливость, и ловкость. Также будущие воины учились сражаться мечом и кинжалом, пользоваться щитом. В целом, обучение лучников занимало примерно 8-10 лет. Критские лучники участвовали во многих античных войнах. Их можно было встретить в войсках Пира и Птолемея, Мельтиада и Филиппа Македонского. Существует мнение, что отряды критских лучников могли быть и в армии Ганнибала. После перехода Крита под власть Рима, лучники входили в состав союзных войск Римской Республики, а позже и Римской империи. Услугами критских лучников пользовались и многие греческие города-государства. Стрелков можно было встретить и в рядах пиратов. Ведь лучники были эффективны не только на суше, но и на море. Основным оружием критян были составные луки. Традиционный тяжелый критский лук из пары рогов горного козла со вставкой мягкого дерева и тетевой из бычьих сухожилий обеспечивал приличную дальность и точность стрельбы в умелых руках критских профессионалов. Этот лук требовал большей силы для натягивания, но давал и гораздо лучший результат. Скорость стрелы с бронзовым наконечником, выпущенной из такого лука, могла достигать 150 метров в секунду. Она могла пробить деревянный щит и даже ранить человека, защищенного бронзовым панцирем. Дальность стрельбы достигала 200 метров. Особой гордостью критян был небольшой бронзовый щит. Помимо луков, критяне вооружались короткими прямыми мечами или кинжалами, но пользовались ими редко. Ведь стрелки почти не вступали в ближний бой, поражая вражеских воинов стрелами издалека. Уделялось внимание и защитному снаряжению. Лучники обычно носили кожаные доспехи, особые повязки тюрбаны, бронзовые шлемы открытого типа. Пользовались критяне и небольшим бронзовым щитом. Перед боем лучники тщательно начищали щит, чтобы его блеск выдавал их расположение, ведь они не боялись врагов. Критские лучники всегда благосклонно относились к македонским правителям. Их услугами активно пользовался Филипп II отец Александра Македонского в войнах с греками и иллирийцами. В походе Александра Македонского на восток критские лучники выступали в качестве союзников. В македонской армии было три отряда критян, общей численностью 1500 стрелков. Александр Македонский высоко ценил критских лучников. Лучники использовались в сражениях для поддержки пехоты, были особенно эффективны против легковооруженных воинов. Именно критские лучники помогли Александру Македонскому сокрушить персов в битве на реке Граник. Субтитры создавал DimaTorzok